В первом лице глагол to have имеет свою изначальную склонную форму и не меняет ее. I have в единственном числе, we have во множественном числе. Во втором лице происходит то же самое. You have, you have. И вот, как всегда, в третьем лице единственного числа, обратите внимание на эту строку, he, she, it, глагол to have поменял свою форму и принял форму has. He, she, it, has. В то время как во множественном числе в третьем лице он остался в неизменном виде. They have.